НН Радио. Гость в студии. В столице при Волжье 16 часов и 7 минут вы слушаете главную областную радиостанцию НН Радио в студии. Алексей Молев. Всем еще раз большой привет, друзья. Прямо сейчас будем говорить о танцах. Все дело в том, что 8 мая в нашем городе пройдет один из крупнейших чемпионатов России по современным танцам под названием Волга Чемп. Целый день незабываемой танцевальной атмосферы ждет вас в воскресенье. Ну а прямо сейчас более подробно об этом чемпионате поговорим с нашим гостем. Это Евгений Байбек, один из руководителей школы танцев Dance School, который и организует этот чемпионат. Жень, большой тебе привет. Привет, Алексей. Слушай, ну читая в анносе мероприятия, 2000 участников, более 80 команд со всей страны и зарубежные судьи лучших коллективов мира. Просто не укладывается в голове, как это может организовать всего одна частная школа танцев. Поэтому давай как-то поэтапно рассказывать нашим слушателям о ее Волге Чемпе и о Дэн Скуле в частности. Расскажи, какие направления танцев вы преподаете, где вы вообще есть географически? Дэн Скул есть у нас сейчас на сегодняшний день даже во всех районах Нижнего Новгорода. Есть маленькие филиалы, большая танцевальная школа у нас есть на Полтавской улице. Это здесь в центре города Советского района. Вот, также мы есть с этого года Балахна, Кстова, Заволжий, Городец, Дзержинский, Бор. Ой-ой. Вот так вот. То есть можно сказать, что Дэн Скул первая региональная танцевальная школа. Вы уже вышли за пределы Нижнего Новгорода. Ну, можно так сказать. Что касается филиалов, вообще кто там преподает? Это какие-то местные преподаватели, допустим, из Дзержинской Балахны или Нижегородских возите туда? Нет, только нижегородцев сейчас возим. Смысл в том, что мы за работу вот 7 лет вырастили, так скажем, я первое поколение вырастил с моей напарницей, как это назвать, не знаю правильно, компаньоном, сопреподавателем Юлией Лукояновой. И также с Кариной Петровой вот вырастили у своих учеников, которые стали впоследствии преподавателями. И вот сейчас у них, так скажем, под управлением есть свои вот маленькие филиалы в области, где они и преподают сами. Так, из твоих слов я понимаю, что в этих филиалах преподают, во-первых, основные преподаватели, которые преподают и в Нижнем, а во-вторых, это ваши воспитанники. Все верно, все верно. Круто. А есть ли какие-то возрастные ограничения в вашей школе танцев? Нет, у нас нет, у нас от 3,5 и поехали. Ну, до 3,5 не берем, просто еще рано. 3,5 еще понятно, как насчет поехали. Мне кажется, в 20 уже многие ставят крест на своей танцевальной карьере, говоря, что ну уж поздно вроде в танцы идти. Я считаю, что в 20 лет не поздно, в 25 не поздно, да хоть в 30 не поздно. Если человек что-то хочет в жизни, кто сказал, что это нельзя? То есть, в принципе, наши слушатели могут приводить и своих детей, и сами заниматься в вашей школе танцев? Конечно. Далеко ходить не буду. Например, Юля, которая также является руководителем танцевальной школы, также является педагогом, который вырастил своих учеников, начала серьезно заниматься именно этими танцами в 25 лет. И вот, пожалуйста, у нее сейчас за тысячу учеников. Что касается танцевальных направлений, вообще можно ли сейчас говорить о каких-то вот прям танцевальных направлениях, разграничивать их? Ну, наверное, еще есть какие-то границы формальные, но вообще, как я это вижу, все наши танцы, они постепенно-постепенно приближаются просто к танцу, который имеет свои формы относительно людей, которые его делают. А танец, он и есть танец. Мы выяснили, что дети из вашей школы, да, могут стать впоследствии преподавателями, а какие вообще есть у них варианты развития? Какие-то, не знаю, мастер-классы, поездки куда-то, чтобы на других посмотреть и себя показать? Что в этом плане? Конечно, они с малых лет уже, начиная, у нас есть, во-первых, у нас есть сборные команды, которые ездят постоянно представлять. Не, давай начнем с малого. У нас есть команды, которые на наших мероприятиях выступают. То есть, если ты начинающий танцор, пожалуйста, вот у нас только недавно прошел спектакль The Art of Dance, на котором новички, трех с половиной годовалые. Поговорим еще об этом. Да, да, все выступают, естественно. Потом у нас есть сборные команды, которые попадают, так скажем, те ребята, которые больше всех трудились в районах, которые ездят уже в Москву. Также у нас есть своя взрослая команда, которые ездят уже и за границу. Ой-ой, серьезно? Так что, ну, вариантов развития очень много. Каждый год мы стараемся все больше и больше дать нашим ученикам больше возможностей. Потому что наша основная задача состоит в том, чтобы развивать людей. Но не только в танцах, но и духовно-нравственно, и, конечно же, танцевать, давать им возможности. В общем, Dance School это все-таки не просто школа танцев, да, это не какое-то хобби, это, не знаю, поэтапное воспитание артиста. Все верно, да. Напоминаю, друзья, что в гостях у нас сегодня Евгений Бабик, один из руководителей школы танцев Dance School, который организует в нашем городе большое танцевальное событие. Это Волга Чемп, один из крупнейших чемпионатов России по современным танцам. Пройдет он 8 мая, билеты еще есть в продаже, поэтому, друзья, обязательно покупайте. Такое событие пропускать не стоит. Но прежде чем мы поговорим о Волга Чемпе, мне хочется еще одно событие вспомнить, которое как раз ты только что упомянул. Это The Art of Dance. На афише он назван танцевальным спектаклем. Но вообще современные танцы и спектакли в моей голове как-то плохо состыковываются. Как все это выглядело? Расскажи. Ну, все, многие, да, и у меня в голове тоже постоянно возникает вопрос, почему, так скажем, не вопрос, а противоречие слова спектакль и танец. Так как спектакль в моей голове это так, ну, до недавнего времени было люди, которые выходят, у них есть какая-то, ну, пластика, естественно. В основном это театр, который рождает с собой уже спектакль. Вот. Но в нашем случае мы не хотим, мы не хотим это называть шоу, мы не хотим это называть отчетный концерт, потому что мы стараемся ежегодно вложить в него что-то новое. Например, в этом году у нас был полностью подживой звук. Это как? У нас была группа Maple Season, которая специально для нас разбирала треки, под которыми мы все танцевали. То есть у нас было 24 номера танцевальных, которые были все сыграны в Maple Season, это было все подживой звук, это был свет, это было видео, все в одновременном месте. И, соответственно, как назвать это, чем это назвать, нежели не спектаклем, если здесь, пожалуйста, у нас есть живая музыка, у нас есть танцоры, у нас есть светооформление. На самом деле это круто, потому что я даже не могу представить, как это все может получиться, получиться без ошибок, ведь тут цена ошибки велика. Музыкант неправильно что-то сыграл, ребята потерялись на сцене, да? Но я так понимаю, все получилось в итоге. Да, конечно. 30 часов репетиции на площадке и, пожалуйста, без ошибок. А я же напомню нашим слушателям, что группа Maple Season как-то была у нас в эфире, поэтому вы можете зайти на наш сайт anonradio.info и пересмотреть их концерт, полюбоваться на ребят, и, кстати, полюбоваться на Евгении Бабика, потому что видеотрансляция действует у нас еще до сих пор на сайте, заходите и включайте ее. Кстати, вижу постоянно в интернете, что под началом вашей школы проходит очень много таких околотанцевальных мероприятий, типа масленица, селфи-пати. Вообще, зачем это все как-то связано с Дэнс Кул? Все совершенно просто. Смотри, я когда был маленький, мне очень хотелось, ну как маленький, молодой, да? Мне очень хотелось, неправильно, когда я был юношей, не знаю, как это назвать, я и сейчас юношей молодой, когда мне было 15 лет, я копил на мопед, естественно, но еще я хотел мероприятий, которые бы, ну, собирали людей вместе, потому что я танцор, мне интересно общаться с танцорами, и их никогда не было, и когда я вырос, я сказал, что я буду тот, кто будет собирать всех танцоров и будет давать им вот это пространство, где они смогут пообщаться, потому что в моем восприятии, если ты занимаешься танцами, этого недостаточно, то есть все околотанцевальные события, они сделаны для того, чтобы ребята в неформальной обстановке также могли общаться на общие темы, на какие-то темы, которые у них происходят в жизни, просто веселиться и чтобы это была адекватная атмосфера, то есть здесь были только свои, здесь были ребята, у которых там в целях здорового образа жизни мы пришли на вечеринку, мы здесь будем отдыхать по-нормальному, вот, так что так, так скажем, чтобы создать им дополнительное движение вне танца. Круто, то есть Dance School не заканчивается, собственно, в зале, да, танцевали, он выходит за пределы, организовывает еще детям какой-то досуг, это не может не радовать. Еще отмечу большое обилие крутых просто видео, которые вы снимаете постоянно, по-моему, это же все стоит большую кучу денег, где вы нашли этого джина, который вам это все обеспечивает? Джина мы, так скажем, вырастили. В один момент, когда у нас, естественно, вот встал именно непосредственно этот момент, что хотим видео, а желаемое видео стоит очень-очень дорого, а денег у нас, естественно, таких нет, потому что, ну, мы сами-сусами, никто нам беценатством не занимается, денежку нам не дает, вот. Поэтому мы просто потихонечку, помаленечку, там, купили камеру и так далее, и уже начали снимать, и вот до какого-то уровня сейчас дошли, останавливаться не собираемся, собираемся дальше развиваться в этом направлении, потому что именно наша задача – это показать наш танец, а как его показать массой, если не через видео, потому что должна складываться полная картинка, мы хотим ее показать на нашем примере. В общем, видеографу тоже большой респект, а что мы получаем в итоге? Если вы приходите в школу танцев Dance School, мало того, что вам обеспечивают постоянные тренировки, постоянный досуг, вы можете еще развиваться, потому что есть своеобразные иерархии, тут и сборные команды, потом преподавательская карьера, более того, вы тут же в скором времени увидите себя на сцене, почувствуете, что это значит, потому что есть отчетные концерты, танцевальные спектакли, более того, сможете видеть себя на экранах мониторов, потому что постоянно снимается видео, лепите просто звезд настоящих из ваших воспитанников. Напоминаю, Евгений Байбек у нас в гостях, один из руководителей школы танцев Dance School, который организует в нашем городе Волга Чемп, это один из крупнейших танцевальных чемпионатов в России по хип-хопу и не по хип-хопу, в целом по современным танцам, и вот о нем-то, наконец-то, мы и поговорим прямо сейчас. Жень, расскажи об этом чемпионате, я знаю, что у него такой мини-юбилей, это уже пятый чемпионат, чем будете в связи с этим удивлять пришедших? Ну, во-первых, так же вот к истокам, история создания чемпионата абсолютно та же, что и школы, и абсолютно та же, что и мероприятия, которые около танцевальных. Дать развитие ученикам, дать развитие нашему городу, потому что 6 лет назад, если бы мне сказали то, что вот здесь через 6 лет ты будешь делать чемпионат, на который будет приезжать вся страна, а это реально так, потому что на настоящий момент из Нижнего Новгорода из 60 команд только 10. Ничего себе. То есть 50 это абсолютно... Давай просто еще несколько команд из других городов представим, ну какие города вообще будут участвовать на вскидку? Очень много из Питера команд, уже 10, то есть это порядка там 200 человек их приезжает. Вот, очень много Кирова, из Москвы, конечно же, много, потому что... В прошлый раз была команда из Электростали, насколько... Электростали, Ёшкар-Ала уже есть, есть Уфа, есть и дальше туда, ближе к Уралу, к сожалению, город вот забыл, но вот прям география с каждым годом расширяется, то есть это 1000, 1200, пожалуйста, до Питера от нас, по-моему, полторы есть, я не ошибаюсь, тысячи километров. То есть Белгород, пожалуйста, вот почти уже Украина. И все это лучше из лучших, на самом деле. Да, то есть здесь пятый раз уже чемпионат, он обрел некий статус, то есть мы всегда привозили хорошее судейство, обязательно, мы привозили ребят из именитых западных команд, так как этот стиль, да, то есть танцевальное направление, оно появилось на Западе, они там задают некую тенденцию, мы здесь ее не без патриотической нотки, естественно, показываем, вот, то есть, и поэтому ребята, которые, ну, у нас есть там сильные, очень сильные команды в России, обязательно ставят галочку на 8 мая в этом году и в годах ранее, и обязательно приезжают побороться за первое место. Сколько судей и поделятся ли они своим мастерством в рамках Волга Чемп? Обязательно судей будет трое, это будет одна девочка, два парня, девочку зовут Джек и Джейн, она из Лос-Анджелеса, второго парня зовут Джола Кабрера, он из Сан-Франциско, вот, и третий, это Боу Форниер, это тоже из Лос-Анджелеса, двое ребят из команды The Company, это очень-очень знаменитая команда из Сан-Франциско, а один из Калчишок, такой вот культурный шок из Лос-Анджелеса, вот, они обязательно поделятся своим мастерством, они будут давать свои мастер-классы 7 мая в рамках Волга Чемпа, вот. Все на него смогут прийти, желающие? Все желающие, без проблем. И, я так понимаю, цены тоже достаточно демократические, вспоминая о том, что люди приехали к нам из USA поделиться своим мастерством. Да. Для тех, кто пропустит Волга Чемпа, будут ли какие-то фото, видео, отчеты, чтобы, ну, хоть одним глазком, да, понять, что за атмосфера на этом чемпионате. Обязательно всегда будут, у нас всегда есть наш партнер, это Геометрия, которая показывает отличные фотографии с чемпионата на своем сайте. Обязательно видеоотчеты от наших друзей ДопПродакшн, которые делают замечательные видео, и показывают это всем, чтобы никто не остался без, так скажем, информации, что же здесь было, вот. Какие будут номинации в этом году? Номинации у нас уже устоявшиеся пять номинаций. Это бэст-шоу «Дети», «Лучшие шоу «Дети», «Лучшие шоу «Юниоры», «Лучшие шоу «Начинающие», «Лучшие джаз-фанк-шоу» и «Лучшие хип-хоп-шоу». Волга-чемп.ком – это наш официальный сайт чемпионата. Туда можно зайти, там получить полную информацию, оттуда же можно перейти на, кому удобно, там, кто-то любит Facebook, кто-то любит ВКонтакте, кто-то любит информацию из Instagram получать, пожалуйста. Все ссылочки, все сделано. Мы в начале нашего эфира говорили о том, что у людей будет целый день незабываемой танцевальной атмосферы. Вот давай об этом. Сколько по времени все это займет? По времени это для зрителей это вход с 12 до 9 вечера. Ничего себе! А для участников вообще с 9 утра до 9 вечера, то есть 12 часов нон-стоп. Вот. Так что будет чем заняться. Жень, время нас, к сожалению, активно поджимает, поэтому вынуждены мы расстаться на этой позитивной ноте. Удачи вам как организаторам, удачи всем танцорам, ну и будем желать вам только одного, прокачать как следует нижний. Да. 8 мая. Да. Напоминаю, в гостях у нас был Евгений Байбек, один из руководителей школы танцев Dance School, который организует в нашем городе уникальное масштабное событие. Это один из крупнейших танцевальных чемпионатов России по современным танцам под названием «Волга чемп». Пройдет он 8 мая, билеты есть в продаже. Для танцоров также информация, 7 мая судьи этого чемпионата дадут свои мастер-классы, поэтому также можете регистрироваться уже прямо сейчас и покупать билеты. Вы слушаете главную областную радиостанцию «ННРадио», меня зовут Алексей Молев, и прямо сейчас информация о здоровье города для всех жителей Нижнего. Продолжение следует...